Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Мы продолжаем еженедельные выпуски «Камчатка. День за днём», рассказывающие о том, как жил наш полуостров в различные годы века минувшего. Сегодняшний выпуск посвящен событиям, имевшим место с 4 по 10 июня различных лет века минувшего. Кстати, напоминаю, «ща» значит «щаранской» – совестливость, рукопожатность, интеллигентность. Выпуски «Камчатка. День за днём» основаны на старых документах и не менее старых газетных публикациях века минувшего. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советские газеты. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Итак, мы начинаем. «Камчатка. С 4 по 10 июня в разные годы 20 века». 4 июня 1918 года обязательное постановление Камчатского областного совета номер 1518. Камчатский областной совет всем доводит до сведения граждан, проживающих в казённых зданиях, что мелкий ремонт в казённых квартирах как-то вставку стёкол, порча дверей, окон, оклейки стен, всякое загрязнение квартиры, коим поправок происшедших и по вине квартиры содержателей будет относиться за счёт проживающих граждан в казённых зданиях. «Также не будет принято на счёт казны, работа по уборке мусора, разбор санопал по дворам вне выгребных ям». Подписал постановление председатель Камчатского облсовдепа Ларин. Далее подписи председателя квартирной комиссии Кумпана и за секретаря подписался Воротников. «Да, это правда, это правда». День следующий. 5 июня, год 1936. Газета «Камчатская правда» сообщает, что впервые в навигацию текущего года открываются пассажирские линии Петропавловск-Ича и Петропавловска-Лютарка с заходом во все населённые пункты побережья. Обе линии пока будет обслуживать один дальневосточник, переоборудованный во Владивостоке под пассажирское судно. На нём устроено пассажирское помещение на 35 человек. Дальневосточник будет совершать рейсы раз в две недели. Таким образом, в каждое побережье ему придётся идти раз в месяц. День следующий. Теперь мы обратимся не к камчатским газетам, а к газете «Вечерняя Москва». 6 июня 1941 года газета «Вечерняя Москва» сообщила, что в нынешнем году исполняется 200 лет со дня гибели известного русского мореплавателя и исследователя северных морей Ивана Ивановича Беринга. В Петропавловске на Камчатке, основателем которого является Беринг, решено воздвигнуть новый памятник. Управление по делам искусств при Совнаркоме РСФСР объявило закрытый конкурс на этот памятник. На лески за ней работают московские скульпторы «Ватагин», «Зеленская», «Кардашев», «Бирюков» и «Измалков». Не тот же день, 6 июня, но уже год 1989, газета «Карякская коммунист» сообщила, что в теличиках прошли поротовские чтения. «С воспоминаниями о совместной работе с прозаиками поэтом», пишет газета «Карякская коммунист», выступила заслуженная работник культуры РСФСР «Лукашкина». Татьяна Петровна любезно предложила редакции свои записи. И вот что пишет Лукашкина. Вместе ездили на конференцию в Хабаровск в 1950 году, где просходил фестиваль искусств народов Севера. Были вместе и в Москве в 1983 году, также на фестивале, проводившемся на ВДНХ. И оставила танцы, например, «Утки». А Поротов, посмотрев этот танец, сочинил песню «Утки». Мы с Петровой-Бытовой ходили на 117-й километр в Палане, были на лежбище «Нерп». Поротов играл на бубне. А «Нерпы», покинув камни, где они отдыхали, поплыли к берегу. Их привлекли звуки бубна. Георгий предложил, можно поставить танец «Нерп». Вскоре такой танец был поставлен. 7 июня 1959 года газета «Камчатский комсомолец» сообщает, что первый на Камчатке народный театр работает. В середину мая проходят репетиции пьесы «Веселка». По вечерам в районный дом культуры собираются те, кто решил в свободное время отдавать театральному искусству. Репетиции ведет Гусев, главный режиссер народного театра. Кстати, надо пояснить, что речью о селе Елизавета. И что первый на Камчатке народный театр был создан именно в Елизавете. Но это не точно. А мы продолжаем наше чтение. День следующий, 8 день, июня 1957 года. Газета «Камчатский моряк». Так тогда называлась газета «Моряк Камчатки» и «Камчатского морского пароходства». Газета «Камчатский моряк» публикует письмо рабочих отдела снабжения пароходства Денисова, Промина и Юхманова с жалобой на бассейновый комитет профсоюза. «С наступлением весны», пишут рабочие, «во всех организациях города рабочим дают индивидуальные участки под огороды. Но у нас в пароходстве почему-то этого нет. Мы обратились к председателю бассейнового комитета профсоюза, товарищу Тарасенко, с вопросом, «Как нам получить огороды?» Он выслушал нас и предложил обратиться с письменным заявлением к председателю местного комитета пароходства, товарищу Карташову. Мы так и сделали. Однако товарищ Карташов никаких мер не принял, и только отделывается обещание. «Зайдите завтра», говорит он. Дальше рабочие пишут, что во время очередного похода к господину Карташову он даже разговаривать не захотел. «Вам нужны огороды, ссади и добивай». Не, что это не надо, это вот это гомосячьи уже коннотации. Вот так советская номенклатура относилась к рабочим. День следующий. Девятый день, июня, год 1965. Газета «Камчатская комсомолин» сообщает, что на командорах к забою готовы. На командорах холодный штормовый ветер, морозь. В такую погоду котики не любят лежать на берегу, предпочитая находиться в открытом море, пишет газета. Если бы не это, к промыслу можно было бы приступить к этой эстрадной поре, когда день-год кормит работники командорского сгора комбината начали готовиться как никогда рано, еще в апреле. До прихода чекачей были очищены лежбище островов Беринга и Медного. За весенние месяцы строительные бригады построили новый цех для обработки шкур, продлили эстакаду, отремонтировали дома, капитально оборудовали электростанцию, устроили комнату отдыха, где можно показывать фильмы. Кстати, я напомню, что текстовую версию каждого выпуска «Камчатка день за днем» можно увидеть на моем канале на сервисе «Яндекс.Дзен». Канал так и называется «Камчатка с Александром Петровым» и ссылка на «Яндекс.Дзен» есть в описании под этим роликом. «Рад я, что дожил до этого времени». А мы продолжаем. Наши чтения. Последняя сегодняшняя публикация – это газета «Камчатская правда» 10 июня 1938 года. Публикация рассказывает о собрании выпускников школы «Политпросветработников». Состоялось собрание выпускников школы «Политпросветработников». В просторном зале школьного клуба собрались замечательные люди. Молодая интеллигенция из коренных жителей «Камчатки». Уже по внешнему виду, пишет газета, можно судить, как много дала им школа. Все они аккуратно одеты. Многие в глаженных воротничках и галстуках. Все отличаются хорошей выборкой, умением себя держать. Военное дело было одним из любимых предметов курсантов. Нормы Новорошиловского стрелка и ПВХО сданы почти всеми. Кстати, вот обратите внимание. К чему готовили «Политпросветработников»? К стрельбе. А так как войны на Камчатке не было, это говорит о том, что «Политпросветработников» готовили в расстрельные команды. Чтобы национальная интеллигенция, вот как тут сказано, благодаря интеллигенции из коренных жителей «Камчатки» расстреливала русских людей. Советская национальная интеллигенция уничтожала бы русских людей. Ну а в конце статьи приводится цитата из выступления секретаря Кумова КПБ господина Савина. «Враги еще не все разоблачены. Ваша задача – зорче смотреть за социалистическим хозяйством, крепко бить по врагам, тянущим нас назад, разоблачать и выкорчевывать всех врагов до единого. Будем уверены, что указания вождя и друга человечества товарища Сталина вы выполните с честью». Дружными аплодисментами, пишет Камчатская правда, встретили курсанты эти слова. «Это дегенератизм». «Для этого, значит, и учили политпросвет работников в стрельбе, чтобы бороться с врагами народа, чтобы вставить их к стенке». А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени, вместе со мною исследовать прошлое нашего полуострова, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом южном углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. Кстати, напоминаю, что вы можете оторвать потом и кровью заработанные денежки от семьи и в качестве доната, то есть пожертвования на развитие канала, послать их на номер карты, указанной в описании под роликом. И каждый из тех, кто пришлет эти самые денежки один раз в месяц, будет принимать участие в розыгрыше какого-нибудь моего фотоальбома о Камчатке. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok